Начиная с 2009 года, Московская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» проводит огромное количество мероприятий для молодежи. Среди них и конкурс ЭСЭ, который в этом году проходил под девизом «Мой Брест – город доблести и славы». Молодые люди писали творческие работы, посвященные современному городу над Бугом, в истории которого было немало знаковых событий. В конкурсах ЭСЭ это 44-50 участников. Это представители практически всех учреждений образования Московского района города Бреста. Этот конкурс проводится по инициативе Московской районной организации «Белая Русь». Конкурс ЭСЭ потребовал от участников огромного желания трудиться, ведь тема на первый взгляд простая, должна была передать всю суть мысли. Влад Сафонов, обладатель первого места, посвятил свою работу удивительным людям Беларуси. Мы белорусы, умеем грустить и смеяться, как никто иной в этом мире. Мы белорусы, мирные и доброжелательные люди. Не хотим войны и ни с кем не воюем. Мы учимся, работаем и творим на своей земле. Написать творческую работу именно по этой теме Влада вдохновил опыт так называемой службы в мемориальном отряде, который научил молодого человека быть верным своему делу. В декабре месяце стоял в мемориальном отряде Брестской крепости. Мне там понравилось, было интересно. Но я решил это изобразить на бумаге. Написал хорошо, занял первое место. Кроме победителей конкурса эссе в Музее обороны Брестской крепости были также отмечены и лауреаты ораторского состязания. Обладателем звания лучший чтец стала шестиклассница Лиза Хвищук. Члену жюри единогласно отдали первое место этой юной, но очень одаренной и обаятельной участнице. Ее стихотворение не оставило равнодушными и участников сегодняшнего мероприятия. Чадо, чадо, беспокоилась мать, смотри, чем урахнешься, чем-чем, спрашивал Пудик, да ничем, а пойдешь на землю, кошка, чик, и слопает тебя. Лиза Хвищук признается, что очень любит читать стихи. Возможно, это пригодится молодому дарованию во взрослой жизни. Лиза мечтает стать актрисой. Я хочу стать актрисой, и мне очень нравится. С самого детства любила читать стихи разных писателей. Я даже составляла сама свои стихи, рассказы. Сегодня свои заслуженные слова благодарности и денежные премии получили самые активные юноши и девушки Московского района. Среди них лучшие учащиеся победители как городских, так и республиканских конкурсов. В Московском районе поддержке молодежи уделяется особое внимание. Ведь, как известно, за молодыми будущее. Замечательно, что наша молодежь воспитывается на лучших патриотических примерах. Своё творческое вдохновение реализует не только через тему любви, досуга и так далее, но и через тему патриотизма. Ещё одним важным событием стало торжественное возложение цветов к Вечному огню. Вместе с активистами и ветеранами сегодня в торжественной колонии и бойцы лучшего мемориального отряда города над Бугом. Для этих ребят память, история своей страны и края имеют особое значение. Было огромное желание заступать, потому что это всё-таки, я считаю, долг каждого. Так как я девушка, я не собираюсь служить в армии, поэтому я пришла сюда. Этим самым поступком я выражаю огромную благодарность и какую-то личную ответственность несу перед погибшими на Великой Отечественной войне. Анастасия Назвенплотницкая, Кирилл Липовик, телекомпания БУК-ТВ.